Дорогие друзья, мы продолжаем ноябрьские диалоги в открытой библиотеке. Меня зовут Николай Солодников. Спасибо огромное, что вы проводите этот вечер с нами. Погода так себе тем более. В общем, спасибо огромное, что вы здесь. Напоминаю, что третий диалог начнется в 19.00. Бесконечно интересный, мне представляется, этот будет разговор. Главного редактора журнала «Искусство кино», члена Общественного совета по культуре при президенте Российской Федерации Даниила Борисовича Нандурея и режиссер, документалиста, президента фестиваля «Арт-Докфест» Виталия Манского. Я уже говорил перед началом первого диалога, что сама жизнь дает нам какую-то такую повестку дня, какие-то такие новости, которые требуют действительно серьезного обсуждения здесь и сейчас. И история с последним фильмом Виталия Манского, который он сделал о жизни Северной Кореи, в Северной Корее. В общем, там действительно сама история вокруг создания фильма, потому что фильм-то еще никто не видел сам по себе. Если вы не живете в Амстердаме или в Таллине, где его показали, или в Лондоне, то сама история создания того, как это сделано, это те самые злободневные вопросы, вечные, гений злодейства, которые оказываются могут встать перед тобой сегодня. Я не буду вдаваться в подробности, мы это все обсудим в 7 часов вечера, поэтому оставайтесь с нами. Те, кто не здесь, смотрите прямой эфир на «Медузе». Спасибо им традиционно огромное. Но я представляю участников нашего второго диалога, который мы назвали «Нежный возраст». Это два невероятно ярких человека, которых объединяет одно. Практически каждый свой день они проводят в работе или не в работе с подростками, с которыми, в общем, нам жить дальше и стране жить дальше. И вот о воспитании, педагогике, образовании и всем таком мы будем сейчас говорить. Сергей Евгеньевич Рукшин, лицей 239, и Филипп Бахтин, основатель лагеря «Камчатка». Ваши аплодисменты. Ну, фактически… Здрасте. 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 Да. Ваши поклонники во втором ряду. Вот. Все люди во втором ряду переклянулись. Нет поклонников-то, Николай. Не надо выдавать желаемое за действительное. Это фактически дебют для каждого из участников здесь в открытой библиотеке. Хотя вот Сергей Евгеньевич был у нас на одном из фестивалей. Это было в прошлом году. Филипп Бахтин все больше как-то вот по Эстонии, по Израилю. В Петербурге бывает крайне редко. Вот он до нас добрался. Спасибо за это ему огромное. Скажите, пожалуйста, первый вопрос очень простой. Нафига вам это все надо? Вот почему вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь? Потому что вот кого не спроси, особенно родители, у которых есть подростки, вот этот возраст, как принято говорить, пубертанный, вот хотелось бы где-нибудь в это время находиться на другой планете, а уже никак не соприкасаться с этими людьми, с которыми договориться ни о чем невозможно. Ценности, которые они разделяют нам совершенно, я в данном случае абстрагированно говорю, непонятны. Ничего не читают, ничего не слушают, ничего не смотрят, политика их не интересует, общественная жизнь не интересует. Зачем вам это надо, Филипп? Ну, я сразу должен оговориться, что я здесь немножко в позе лжеученого выступаю, и к образованию подростков имею отношение один-два месяца в году, в остальное время стараюсь держаться от них подальше, и, в общем, никакого внятного ответа на ваш вопрос у меня нет. Я вот после последнего лета мы несколько месяцев думать не могли о детях, поэтому я с огромным уважением отношусь к профессионалам, присутствующим здесь, настоящим профессионалам, которые посвятили этому жизнь, потому что это, конечно, тяжелая, неблагодарная, неинтересная и, за редким исключением, ничем позитивным не заканчивающаяся работа. Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич, я не умею отвечать на этот вопрос, потому что в нем обычно подразумевают сразу два – зачем и почему. Зачем я этим занимаюсь? Это вопрос о будущем. Но кто-то должен, мне кажется, что лучше буду это делать я, чем те, кто пытаются сейчас реформировать наше образование и воспитание. А вот почему? Ну, случайно так сложилось. Случайно так сложилось, потом понравилось. Так что если разделять вопрос, почему я этим занимаюсь? Знаете, вот как меня в школе учили, когда-то плохие учителя, потом были хорошие, есть два стандартных вопроса. Если тебя спрашивают про физику и химию, когда не знаешь, что сказать и объяснить явление, говоришь, энергетически выгодно. А когда по гуманитарной сфере говоришь, исторически сложилось. Вот у меня исторически сложилось. Энергетически невыгодно. Энергетически невыгодно, да, я хотел бы. Филипп, все-таки, присутствующие здесь, и я в том числе, и те, кто смотрит нас сейчас на «Медузе», знают, многие знают историю, связанную с проектом, который назывался «Страна детей». Там уж точно подразумевалось, что, хорошо, если с Камчаткой вы говорите «я два месяца в году», а потом 10 месяцев думать про это не могу, хотя я в это не верю, потому что, ну, понятно, что 10 месяцев — это подготовительный процесс, и так или иначе вы этим занимаетесь. Вот если бы сложилась «Страна детей», ну, вдруг так получилось, этот проект состоялся, и так далее. Все-таки, возвращаясь к первому вопросу, почему для вас важно, почему вы делаете ставку в своей работе, или думаете, что эта работа, та работа вот с детьми, которая действительно по-настоящему имеет какой-то смысл, или реально никакого смысла в этом нет? — Ну, если никакие, как-то всерьез попробовать ответить, то изначально проект «Камчатка», маленький проект, который же с 10-го года существует и жив до сих пор, он сложился действительно довольно случайно, и коллектив и компания симпатичных друг другу людей, так или иначе связанных с творчеством, с журналистикой, им понравилась идея ездить и заниматься этим самым творчеством с детьми, и после первого же выезда обнаружилось, что количество вещей, которые произошли с нами, количество всего, что мы почувствовали, находясь в этом процессе, оно такое огромное, и так много всего важного с нами произошло, что мы продолжили этим заниматься. И вообще хочу сказать, что я совру, если скажу, что воспитание детей — мой мотив в этом процессе. Мы, конечно же, занимаемся сами собой всегда, и мы делаем это для себя, и это тоже отдельная тема. — А чего вы от них хотите для себя? — Чтобы провести открытые диалоги, нужна библиотека. Чтобы заниматься творчеством раз в месяц, и по нашим технологиям нужно, чтобы было еще с тобой 100 детей. Они некоторым образом просто какое-то обстоятельство, которое присутствует при всем при этом. И это большая длинная история, и из нее вытекает много разных других проектов, потому что те технологии, на которых мы как на окошках, которые мы проверили на детях, мы сейчас их испытываем на взрослых. Мы с этими же технологиями две недели назад в школе Сколково занимались сорокалетними владельцами собственных бизнесов. Нас очень интересует эта технология, но изначально она была придумана как что-то, чем мы занимаемся с детьми. Что касается странных детей, то это был очень полезный опыт. Фактически это была большая девелоперская компания, которая придумала себе историю про то, что они хотят на действительно существующем, на действительно пустом рынке детского отдыха стать заметным большим игроком. Поскольку они ничего не понимали о детях, изначально их версия заключалась в том, что они построят идеальный город и без всякой программы запустят туда 17 тысяч детей. Мы довольно быстро им объяснили, что что бы они там не построили, этого не будет через два дня, если у детей не будет никакой программы, потому что они сами себе придумывают программу, и первый пункт будет разнос этого места в клочья. Мы стали для них таким идеологическим оператором. У этого было масса последствий, в том числе каких-то и негативных. Проект закончился плохо, если называть вещи своими именами. Но количество опыта, самого разнообразного, который я лично поимел во время этих нескольких лет работы, в том числе общения с государством, в том числе общения с педагогическим каким-то комьюнити отечественным, это для меня очень важный и ценный опыт. И это так немножко путано, но и вопросов много было. Во всем этом так или иначе, вот мы сейчас слышим, вы в школу кого были какое-то время назад, а ваш лицей 239 по результатам какого-то исследования Министерства образования был признан лучшей школой России в 2014 году, правильно? Нет. В 2015 году, но он еще не закончился, поэтому я говорю о годе прошедшем. Вообще, как вам работает с государством? Вы известны как такой постоянный, один из самых, причем ярких, аргументированных, серьезных критиков вообще политики государства в области образования, воспитания, педагогики и так далее. Потому что вы касаетесь многих вопросов. Каково вам вообще работает в государственном учреждении? С государством или в учреждении? И так, и так. Учреждение это государственное, деньги государственные. Порядки государственные, бумажки бесконечные. А дети общие. Филипп, а сколько стоила путевка в Камчатку в этом году? В этом году 1000 евро 12 дней вместе с билетами в Эстонию. 1000 евро 12 дней. 1000 евро это примерно было летом 65 тысяч рублей на 12 дней. Поднимите руки, кто может своего ребеночка отправить в эту путевочку по зарплате. У кого эта месячная зарплата? Ну поднимите, пожалуйста. Я не налоговый инспектор. Я не отслеживаю доходы. Филипп, подойдите после мероприятия. Предприятие, контакты оставьте в Бахтину. И так я насчитал три руки. Кирилл Иванов один из участников. Кирилл Иванов врет, он ездил в лагерь бесплатно за счет компании как сотрудник. В район. Так вот, кто-то должен заниматься теми детьми, родители которых не подняли руку. Как-то так получилось с советских времен. Я, между прочим, беседовал с детьми, которые были в лагере Камчатка в этом году. Так получилось, что у меня есть знакомые. И это потрясающее место. То, что они там научились делать. То, в каких условиях они жили. То, как они социализировались в обществе себе подобных и взрослых. Это замечательно. Но мы очень бедная страна. В отличие от Америки, в которой, если нет специалиста нужного профиля, она его импортирует. Кто бы это ни был. Русский, индус, вьетнамец, китаец. Мы бедная страна. Мы должны иметь хорошее образование и дополненное социализацией, воспитанием. Так, чтобы таланты, даже если многие из них уедут, оставались и здесь. Поэтому, к сожалению, мне приходится заниматься теми, равно как и 239-му лицею. А до этого наш мат-центр был во дворце пионеров. А начинал я в моей родной 30-й школе. Так вот, надо заниматься просто талантливыми детьми. Независимо от того, приедет ли он с рыбным обозом из Холмогор. Желательно пораньше, а не как Ломоносов. Или из Ленинградского двора, как Путин. Кто-то должен заниматься ими с детства. Что касается того, что 239-я школа стала лучшей школой России в этом году, я вспоминаю, честно говоря, при таких обсуждениях, один эпизод из «Свадьбы Фигара». Пьера Агюстена Корона де Бомарше. «Фигара, у вас отвратительная репутация?» «Ваше сиятельство, а вдруг я лучше моей репутации?» Так вот, всякие рейтинги лукавы. Какие-то школы и любые другие институты, в том числе академические, лучше своей репутации, какие-то хуже. Все зависит от параметров. А вот стабильность внимания общественного, прикованного к общественной системе, она все-таки лучшая репутация. На тему, как работаются, по-разному. Иногда вопреки, иногда благодаря, иногда независимо от… Скажем, многие мои коллеги замечательным образом вспоминают 90-е годы. Денег не было, но совершенно не мешали работать. Не связывали руки за спиной, ноги внизу, и не говорили «иди и твори». Просто на веревок, наверное, денег не было. Вот, поэтому была свобода, и именно свободе 90-х многие обязаны своими педагогическими достижениями. Так что, как всегда, как везде, по-разному. Филипп, если говорить о сотрудничестве с государством, вот этот опыт попытки договориться с государством в рамках проекта «Страна детей» — это был единственный опыт работы с властью, или Камчатка так или иначе как-то соприкасается, может быть. Но сейчас, видимо, вряд ли, потому что это уже Эстония. Или что-то есть? Нет, ну, кроме каких-то заседаний с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Ольгой Голодец, которые пытались как-то помочь проекту «Страна детей», есть еще опыт общения с сотрудницами Псковской прокуратуры, которые приезжали в палаточный лагерь под Псковом, когда он находился, и рулеткой замеряли расстояние от палаток до туалетов и прочие другие нормы, которые прописаны для палаточных лагерей. Есть такой еще опыт. Состояние везде не совпадало и было неправильным. Они кивали головой и уезжали. Всерьез, как бы, весь опыт в основном был связан со стороной детей. Его было много, он был разный. И главное, что я вынес, что найти в системе людей, которые искренне хотят сделать что-то хорошее, поменять что-то в нужную сторону, можно. Такие люди внутри системы и есть, но у них нет никаких инструментов, чтобы это реализовать. То есть это люди абсолютно беспомощные, независимо от того, на какой ступени, вплоть до самого высокого они находятся. Ну, в общем, мне захотелось прокомментировать. Я надеюсь, Филипп не обидится. Вот на все есть ответ старых советских фильмов. Есть люди, которые хотят, но не могут. Так выпьем за то, чтобы наши намерения совпадали с нашими возможностями. Кажется так? А зачем заниматься вещами, которые вы считаете, что безнадежны? Нет, нет, я такого не говорил. Но есть люди, которые могут, есть люди, которые хотят, и эти множество не пересекаются. Но вот вы только что сказали о том, что, к сожалению, это мало вам помогло. Да-да, я изначально очень скептически относился к идее помощи какой бы то ни было от государства. Мой личный план развития этого проекта, если мы говорим о стране детей, отличался от того, какой был применен, какая-то стратегия в итоге была на самом деле применена. И я сразу говорил, что я не верю в то, что будет какой-то толк, и считал, что действовать нужно самостоятельно. И сейчас мы действуем самостоятельно, не рассчитывая на то, что нам кто-то поможет или что-нибудь случится еще волшебное, помимо результатов наших собственных усилий. Иными словами, лучший способ сотрудничества с государством это личная инициатива, спонсорские деньги и воплощение своих идей независимого. Так? Мы даже отказались от спонсорских денег, но за это я вынужден иногда слушать упреки в дороговизне наших путевок, но это минимальная цена, которую я плачу за отказ от спонсорских денег и денег государства. Моя фраза не была упреком, она была констатацией всего лишь. Повторяю, каждый из нас стоит, столько стоит его затраты. Я ни капли не думаю, что это для вас коммерческий проект. Просто я объяснил, что этот проект недоступен всем родителям и всем детям, не более того. Вы когда смотрите на систему внешкольного... Я не знаю, как это называется правильно, вот эта система... Дополнительное образование называется современной Россией. Это, к сожалению, совершенно некорректным термином. А как правильно называть? Нет, ну просто мы очень много про это разговаривали, в том числе с Сергеем Веночком-Зарновским, который тут упоминался уже за кулисами про его класс-центр и важную московскую школу, про то, что сейчас в современной России все самое важное, с моей точки зрения, личностно формирующее. Все называется дополнительным образованием, на это выделяется 5 минут в неделю и 3 рубля в год. Все остальное, чему ребенок посвящает большую часть времени, из чего в 90% случаев он ничего не выносит, и что просто является тратой времени, денег, усилий государства, учителей, все это называется основным образованием, на это тратится больше всего. Но это просто к вопросу о терминах. Я перебил вас на самом залете вопроса. Согласны? Да. Скажите, пожалуйста, если бы сейчас, вот, например, вас попросили, я понимаю, что это сложно сделать, и все-таки, ну, предположим, в зале там сидит, не знаю, Ольга Юрьевна Голодец, правильно я даже сказал? Ну, или Наталья Тимакова там. Неправильно, такие люди в залах не сидят. Ну, почему же? Разные люди в залах сидят и так далее. Они сказали, Филипп, ну, черт с ним, ладно, договорились, не получилось со страной детей, давай так, сформулируй три главные там проблемы, или две главные проблемы, вообще главные проблемы, сегодняшнего государственного, дополнительного, или там неосновного, еще какого-то образования. Вот на твой взгляд, что является самым главным, негативным, отрицательным фактором того, что мешает на сегодняшний день видеть нам образование или думать нам о российском образовании так, как мы хотели бы. У меня есть одна глупая история, она очень кстати сейчас в рамках ответа на этот вопрос. Жена моего приятеля, в какой-то момент мы собирались на вечеринку, подошла к нему, немножко странно она оделась на эту вечеринку, и она спросила его, скажи, пожалуйста, можно я вот так пойду? И мой приятель посмотрел на нее, и сказал, нет, так не надо. Она сказала, почему? И он так внимательно на нее посмотрел, и сказал, это надо объяснять с самого начала. И вот если возвращаться к системе образования в России, то точка, с которой нужно разматывать заново все, что сейчас намотано, она находится так далеко, что мне сложно даже представить. Я могу сформулировать какие-то основные принципы, которые как мне, они не очень выгодные позиции, или наоборот выигрышные позиции, потому что я немножко теоретик, в отличие от… Ну что себе теоретик? Сколько Камчатке лет? Шесть. Ну что, для меня это все равно какое-то веселое хобби, и все, что я буду говорить, совершенно невозможно применить на практике. Я вижу несколько для меня важных вещей, которых нет в современной системе образования вообще. Первое, это то, что, мне кажется, никто в системе образования, из того, что я сталкивался, за редким исключением каких-то выдающихся педагогов, не задает вопрос, зачем это нужно. Мне лично совершенно очевидно, что образование ради образования совершенно не нужно, и мне кажется, что главная цель образования – это научить ребенка быть счастливым. Я не сталкивался… А вы доверите своего будущего ребенка оперировать хирургу, которого вы учили быть счастливым? Если вы уверены в том, что шестиклассник, который пришел в первый класс, будет хирургом, просто до того момента, когда он решил стать хирургом, он должен узнать какие-то важные вещи про себя. И тогда он примет осмысленное решение стать хирургом, и тогда он будет правильно мотивирован на эту работу, и тогда он станет хирургом, которым я пойду лечиться. Потому что сейчас я вижу, вот мы делаем смены для взрослых, вот у нас есть какие-то наши клиенты пришли сюда, я встречаю огромное количество людей и взрослых, которым никто никогда не приложил ни двух усилий о том, чтобы научить их быть счастливыми. Не поговорил с ними ни разу об этом, я не говорю о какой-то могучей системе, которая бы вела их к этому. И отсюда начинается огромное количество неправильных решений, случайных решений, криво выбранных профессий, навязанных кем-то выборов и так далее, что возвращает нас в современную отечественную операционную, в которую сложно найти хирурга, к которому не страшно пойти. Для меня это все из одной области вещи. Я точно знаю, что если я прихожусь, у меня трое детей, они постоянно меняются школами, с ними что-то происходит, мы когда переезжаем, мы постоянно выбираем какие-то учебные заведения. Если я вижу людей, которые озабочены тем, чтобы дети были счастливые, для меня это самый главный выбор. Я всегда ищу этого. и этого ужасно не хватает. Я могу долго так вещать. Нормально, абсолютно нормально. Это интересно. Для этого мы здесь и собрались сегодня. Сергей Евгеньевич, тот же самый вопрос. Во-первых, я, к сожалению, умею тоже долго говорить и хочется долго говорить. Чего вы боитесь? У нас время еще 35 минут как минимум. Пожалуйста. До чего? Вот сколько у нас до конца образования в этой стране. Так вот, давайте я, прежде всего, я соглашусь с основополагающим тезисом моего визави. У нас никто не анализирует, какое образование и зачем нужно. Их детям, их стране, державе, промышленности и так далее. У нас диктуют мода и возможности родителей, пристроить своего ребенка. Я не говорю, что это само по себе плохо. Династии хирургов, врачей, педагогов, любые династии достаточно хороши. Впрочем, даже когда Микояны-младшие идут заниматься музыкой и становятся Стасом и Наминым, это тоже хорошо. Тут важны, в общем, два, как в старом телевизоре, было две главных ручки, кроме звука. Он, конечно, был до отказа. Яркость и контрастность. Вот яркость и контрастность людей сама по себе хороша. Что касается умения быть счастливым, то на эту тему высказался, кажется, доктор Хасс в фильме «Мертвый сезон». Дебилы счастливы. Ему тепло, он счастлив, его вкусно накормили, счастлив. Он счастлив от того, что небо голубое, солнце теплое, трава зеленая. И вообще один видный педагог, примерно 2000 лет назад, заявил, блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. К этому идем. Правда, почему-то не на Камчатке, а в Эстонии. Но, в общем, место хорошее, достойное. Это я в философском смысле не о деятельности повторяю Филиппа, ничего личного. Только глобальный общественный бизнес образования. У нас образование к этому идет. Модная школа, хорошая школа. Там моего балбеса научат. Независимо от того, будет ли он учиться или не будет. Способен он или не способен. И вот идет этот балбес с толстым кошельком родителей в Петербурге, в Москве, в Рюпинске, в Тимутараканске, в хорошую школу. И хорошие школы становятся школами для детей местного начальства, для местных бизнесменов. Учителя понижают уровень обучения. Поэтому самая опасная вещь – это незнание, о котором Филипп упомянул. Незнание, какое образование и зачем нам нужно. Ну вот, это первый тезис, просил Николай Три. С первым я согласился. Второе. Основная проблема системы образования сейчас в колоссальном непрофессионализме принятия решений. Так называемые опытные манагеры, так вот эти опытные менеджеры, которые возглавляют любые общественные институты, способны извратить их, первоначальную цель, до нельзя. Но давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот, скажем, святая вещь – Олимпиады для одаренных школьников. Средство выделить этих самых одаренных школьников из общей массы, по возможности привлечь их к занятиям еще на школьной скамье. Между прочим, это отлично понимал опытный менеджер товарищ Сталин. На балу в честь выпускников военных академий, дай бог памяти, в 1933 году, он сказал, даже при наличии новой передовой техники, нам нужны люди, которые смогут на ней работать. Кадры решают все. Вот оттуда знаменитый лозунг – кадры решают все. Сколько бы мы ни вытрющивались, ни ставили компьютер на каждой парте школы и так далее, решают педагогические кадры. Они убиты. Старые кадры, большей частью, вымерли. В результате внутренней миграции занялись другими профессиями. Талантливая молодежь почти не идет в профессию. Я это знаю, потому что кроме лицея я еще профессор педагогического университета. Я учу этих самых будущих учителей. Так вот, лучшие школьники не идут. Например, к нам очень многие студенты не идут на специальности учитель математики. Почему? Очень просто. Он бы очень хотел, но чтобы пойти на специальность учитель математики, ему нужно сдать общество знания. ЕГЭ по общество знания, который, в общем, непонятно, как ему пригодится. Чтобы стать учителем физики, тоже нужно общество знания. Жаль, лучше бы физику сдать математику, а математику еще и физику, кроме русского языка. Так вот, колоссальный непрофессионализм в принятии решений. Ну и, как следствие, решения не бывают правильными. Итак, я начал об олимпиадах. Простите, Филипп, что я отнимаю наше общее время, но мне кажется, это важно. Так вот, олимпиады, которые средства выделения оталонатливых детей. Пять лет начальник департамента министерства Елена Низиенко приписывала в списке победителей финалов всероссийских олимпиад левых школьников, которые получали премии в несколько десятков тысяч рублей, стобальный ЕГЭ и право вне конкурсного поступления в любой вуз страны. Она наказана? Нет. Ее с почетом после моего выступления перевели на должность заместителя генерального директора издательства просвещения. Я думаю, что после этого выступления у него новый карьерный рост. Нет, у меня может быть понижение. Вы совершенно не правы. Другой пример. Вот только что состоялось заседание общественного совета. У нас действительно нужны разные конкурсы для детей разного уровня. Я хочу заметить, что я связан в своей жизни не только с кружками, в которых будущие победители международных олимпиад, филдсовские и салемовские лауреаты и так далее. Я большую часть жизни отработал и в обычной школе, и в кружках, что называется, массовка. У дворца пионеров мы брали детей просто с улицы, по записи. 17 лет. С 1 по 10 сентября. И из них выросли филдсовские лауреаты Смирнов и Перельман. С детей по записи. Никак не отобранных. Поэтому я знаю твердо, что я говорю. Так вот, сейчас министерство озаботилось тем, что не во всех субъектах федерации школьники доходят до финала Российской Олимпиады. То есть побеждают в школьной, муниципальной, районной, городской, потом субъектах федерации, потом в региональном этапе и доходят до финала. Но это действительно так. У нас нет единого образовательного пространства страны. Оно неравное. Оно даже, простите, в разных районах Петербурга неравное. В Озерках, у учительницы русского языка, у которой полкласса дети-мигрантов, нет возможности вырастить из них победителя Всероссийской Олимпиады по литературе. Это правда. И честь ей и хвала, если они будут более или менее грамотно говорить по-русски и понимать, что от них требуется. Если они будут социализированы русским языком, которому они научатся. Так вот, какой выход предприняло министерство? Два. За счет школьников, которые своим трудом выполнили норматив и показали нужный результат, которых допускали в финал, по предмету допускать, а там всего 80-90-100 школьников в год, по предмету допускать на финал из субъектов федерации, из которых нет ни одного успешного школьника, по одному представителю, а этих субъектов по разным предметам 40-45-50. То есть половину трудолюбивых и даренных мы пошлем подальше, потому что финансирование не увеличится, зато будет представительство всех субъектов федерации. Вместо того, чтобы усилить работу, поиск одаренных школьников, усилить подготовку учителей в таких регионах, мы сделали замечательный ход. Теперь у нас будут в финале представители всех субъектов федерации. А кроме того, что это нарушение конституции, потому что это дискриминация по фактору местопроживания. Просто юридичная. А конституция — закон прямого действия. Кто-то тут недавно сказал, что не имеет, а Борщевский, Борщевский такой тоже. Большой учёный. Он сказал, что конституция — это не закон прямого действия. Сказать можно всё, что угодно, и написать можно всё, что угодно. Он подполномочный представитель правительства в конституционном суде. Слова на заборах пишут и короткие, энергичные и так далее, но это не всегда правда. Борщевский пишет. А он умеет писать? Он думает, что да. Я просто никогда не видел, как он пишет. Говорит, видел. Давайте не будем совсем унижать Борщевского на заборе. Я думаю, он справился в любом случае. Вы так и останетесь в истории, как защитник Борщевского. Я не связывал слова на заборе. Я к тому, что сказать и написать можно все. Но у нас в институте... И Сергеевич и третье. И третье. А я к третьему, собственно говоря, и веду. Так вот, когда надо было решать проблему одаренных детей и талантливых детей в округах, мы только что издали свежую инициативу. У нас выделены огромные деньги на создание в регионах чиновников, которые будут создавать и вести реестр одаренных детей. Вместо того, чтобы поддерживать среду, там условно 30-ю, 239-ю школу, академическую гимназию, 56-ю гимназию Майя Пильдес. Вместо того, чтобы поддерживать среду, которая их взращивает десятки лет, мы завели чиновников. Они будут создавать реестр. Также, между прочим, мы занимались и воспитанием толерантности, когда надо было отчитываться за каждый учебный год. Выращено полторы толерантности. А скоро школы начнут мериться. А у нас столько-то одаренных детей, столько-то стипендий. А у нас на одного больше. Так вот, третья проблема состоит в том, что мы производим бурную имитацию работы, за которую успешно отчитываемся. А когда наступает очередь содержательно разбираться в чем-то, мы не рассматриваем итоги эксперимента, как ЕГЭ, лозунга, мы выкидываем новый лозунг. И подмена этого самого направления движения и указательных знаков на дороге нам заменяет анализ сделанного. Я вот о чем хочу вас спросить, Филипп. Ну вот вы уехали в Эстонию и в Израиль. Здесь вот девушка была в зале, не знаю, есть она сейчас или нет, которая на прошлом диалоге, вот Красовский с Дольным когда говорили, спросила, говорит, а вот вы замечательный киновед, вы часто проводите встречи в Москве и в Петербурге, а что делать, например, учителю какому-нибудь, который хотел бы своим детям помочь разобраться в истории мирового кино или российского кино, в Новосибирской области какой-нибудь и так далее и тому подобное. Говорит, что вообще без шансов. Я как человек, который тоже проработал 7 лет в самом обычном колледже, вот здесь, в городе Пушкин и так далее. Понимаю, что в общем, на самом деле, если не вы и не вы, то вообще без шансов. Вы вообще, то есть вас мучает этот вопрос? Нас немножко шарахает от вопроса к вопросу. Этот конкретный вопрос меня не очень мучает. Я понимаю, что с чем, с чем, а с кином можно и в Новосибирске разобраться. Да не про кино, я же не про кино, ты же понимаешь. Я с этого начал. Как бы Сергей Евгеньевич, что-то, говорит, о огромном количестве неправильных вещей, которые надо чинить, но как бы уже в конце цепочки. Я для себя хорошо понял, что разбираться с проблемами в конце цепочки невозможно. Ну, то есть это такой запутанный клубок, в котором можно только идти туда в качестве какого-то героя, понимая, что да, все равно все будет криво, я починю, что смогу, и это сделаю. И, собственно говоря, все хорошие учителя, которые существуют в стране, они все так или иначе в этой позе находятся. Они бесконечно критикуют ситуацию справедливо, они пытаются что-то починить, но они чинят как бы следствие. Я, имея диплом педагога, давно сам устранился от возможности работать в школе, и как бы я честно поднимаю две руки и сдаюсь. Поэтому у меня есть некоторые наблюдения, появившиеся в ходе работы в Камчатке, по поводу того, как это надо делать, начиная делать с нуля. Делать с нуля в России невозможно. В эту точку ноль не вернуться. Поэтому, я еще раз говорю, что, возможно, мой бесценный опыт, кроме ярости со стороны Сергея Генча, ни к чему не приведет, потому что все мои разглагольствования носят философский характер, они неприменимы здесь. Я не знаю, что делать с педагогом в Новосибирске. Это тяжелая ситуация. Выживать. Ну, как бы здесь нечего комментировать, по-моему. Вот меня все время угнетает восприятие того, что вот, ей-богу, я думал, что ничего личного, только бизнес. А Филипп уже воспринимает свои слова, как выпад лично против него. Все нормально, Филипп. Упоминаю вас для драматургического эффекта, потому что я вижу в задних рядах люди, как уже начинают немножко засыпать. Главное, чтобы не зевали. Ничего, ничего, пару гранат в зал, и все оживятся. Так вот, проблема все-таки состоит в том, что, во-первых, не надо чинить машину, пока она едет, а вы не доехали. Во-вторых, не надо ее чинить, когда вы не обладаете соответствующими навыками. И, наконец, в-третьих, я, наоборот, кажется, начал с того, что я всячески поддерживаю личные инициативы, в том числе инициативы Филиппа. Жалко, что не всем доступные. Жалко, что с трудом тиражируемые по стране, потому что нет энтузиазмов, которые на себя взвалят эти колоссальные организационные работы. Вот, скажем, наша знаменитая летняя математическая школа в свое время тоже претерпела массу приключений, и в те времена, когда нам не было так легко, как Филиппу, потому что некая секретарь обкома комсомола запретила приведение летних школ для одаренных школьников. Картошку надо убирать и морковку полоть. Вот, для областных школьников Ленинградской области можно было провести интеллектуальные школы, а вот для городских нельзя, потому что рассадники гнилой интеллигенции мешают рассадникам морковки и картошки. И плохо совместимы. Так что вы ведь тоже делаете вопреки, согласны? Вот, что там говорил принц Лимон в Чаполино? Избави меня, Господи, от таких друзей, от врагов я как-нибудь сам избавлюсь. Вот вы просто дошли до стадии, когда вы не пытаетесь заводить друзей, не избавляетесь от врагов, а просто занимает своим делом. Тем же самым занимаемся и мы. Просто занимаемся своим делом. У нас есть квалификация, которая может гарантировать, что мы получим нужный нам результат. Это не всегда легко, это не всегда видно. У нас колоссальный отток детей, потому что если при социализме родители считали, что ребенок, который научен настолько хорошо, что сам без репетитора поступит в политех, это благо. А вот сейчас, ну что? Ну, косметологом не станешь, косметическим хирургом не станешь, в менеджеры, в госкорпорации не попадешь. Ну, черт с тобой, идиот, будь хоть математиком. Вот не пустят детей сейчас, грубо говоря, в математике. Экономисты, юристы и так далее гораздо престижнее. У нас исчезает общественно-культурное давление. Вот если раньше я четко, скажем, в 60-е ребенком, в 70-е студентом понимал, чем мы отличаемся от Соединенных Штатов или от западноевропейских стран. Вот идешь условно, я потом проверил это, когда доехал до Америки. Вот идешь ты и спрашиваешь у кого-нибудь посреди Нью-Йоркщины, а читал ли ты друже своего национального нобелевского лауреата и называешь фамилию Хемингуэя. Он говорит, а, кто, как, Хемингуэя? Не, не читал. И пойдет дальше. И забудет. У нас посреди Невского спросишь человека, а читал ли ты судьбу человека Шолохова? Он скажет, ну, конечно, читал. Оно в школьной программе есть. Пойдет дальше и три минуты будет думать. А может, я все-таки пропустил что-то в жизни и соврал зря. Вот этого культурного давления у нас сейчас нет. У нас дебилизирующее телевидение. Почитайте вопросы замечательной игры умов. Кто-нибудь играли битву умов? Как она там называется? Модная игрушка. Победители, которые знают, кто из актеров американских спем спал, кто с кем разводился дважды, а не единожды и так далее, создают у играющих детей ощущение успеха. Они интеллектуалы. Они победители в борьбе умов. Реклама. Какой канал сейчас можно включить, чтобы показать ребенку, где учебные передачи? Иногда можно культуру. Но иногда можно и выключить, скажем, когда Швыдкой выступает. Но какой канал можно включить, чтобы у него возник позыв к интеллектуальному саморазвитию или к культурному саморазвитию? Мало того, что мы стали плохо учить, мало того, что мы не понимаем в широком масштабе страны, зачем мы учим, как правильно сказал Филипп, и кого мы учим, и какие люди, с каким образованием нам нужны, мы еще создали из нашего молодого поколения американцев. Позавчера я включил телевизор и послушал передачу режиссера Сергея Соловьева. Вот он привел замечательную цитату из своего диалога. Как-то он спросил у Станислава Говорухина, что вы думаете о современной молодежи? И Говорухин, по его словам, подчеркиваю, по его словам, я при этом не присутствовал, сказал, я их ненавижу. Вот если меня спросили, я ее жалею. Она не понимает, чего она лишена. Чтобы реализовывать свое право на выбор, надо знать, из чего выбираешь. Так вот, право на выбор мы сузили настолько, что это очень здорово, что лагеря вроде Камчатки его расширяют, но, повторяю, их мало избранных, счастливцев праздных. Ну вот с Камчаткой же удивительная история, потому что мы так или иначе пересекаемся с разными совершенно людьми, которые там работают в разных сменах, и чаще мы пересекаемся с вожатами. И они говорят, что происходят совершенно какие-то необъяснимые вещи, потому что дети же приезжают очень разными. Ну разные дети. Одни дети — это дети родителей, которые, я не знаю, являются частью какого-то общего круга, в которых есть какие-то общие интересы, они ходят вместе, родители с детьми на концерты, Кирилла Иванова и так далее. Но есть же огромное количество детей, которые вообще ни черта этого не знают. Что является основным цементирующим таким свойством, я не знаю, такой вещью, которая тебе позволяет и твоим коллегам как-то всех так объединять, что они в итоге уезжают с каким-то общим ощущением того самого счастья, о котором ты говорил. Ну, на это есть конкретные какие-то технологии, я могу их описать. На самом деле, любому человеку, кто хоть как-то сталкивался с дополнительным образованием детей, эти технологии знакомы, там очень много общего. Если ты начинаешь смотреть на то, как это устроено вообще во всем мире, ты приходишь к этих принципах, их там есть 10-15, они так или иначе в разных вариантах всегда повторяются. Хотел немножко сделать шаг назад, и вот мы тут можем до без конца перечислять разные ужасные картины того, как это сейчас устроено, Борщевский телевизор, кошмар повсюду, это всем понятно, до утра можно только через запятую это называть. Мне очень интересно поговорить про то, какие изначально заложены неправильные мотивы в фундаменте этого всего, которые привели к тому, что это выглядит так, как сейчас выглядит. У меня есть к твоим вопросам про три пункта, есть еще пара пунктов, которые мне кажутся очень важными. Я, особенно сейчас в связи со всеми событиями на Ближнем Востоке, еще где-то, не устаю удивляться удивительному перекосу. Если взять любого самого матерого, самого конченого двоечника из самой ужасной школы, и спросить его, сколько будет 2 плюс 2, он точно знает 4. То есть это такая важнейшая советская и до сих пор живая база, когда мы понимаем, ну как, без этого никуда. Ну какой пример банального знания, приведите мне, 2 плюс 2, 4. Это самый главный пример банального знания. Но при этом, когда ты начинаешь разговаривать на какие-то отвлеченные темы, и задаешь ребенку, и взрослому человеку вопрос, а из какого базового знания, опираясь на какое базовое человеческое, гуманитарное знание, ты можешь принять любое решение в своей жизни? И на этот вопрос будет 28 тысяч разных ответов. И я понимаю, что я всю жизнь был очень наивным человеком, когда я понимал, когда я предполагал, что все люди вокруг, для них какие-то базовые ценности гуманизма являются основной идеологией. И мне кажется очень странным ситуация, когда гуманизм, как основная идеология любой жизнедеятельности человека в любой сфере не является очевидным знанием для любого первоклассника, второклассника или родителя этого второклассника, первоклассника. Но при этом они все знают дважды 2, 4. В итоге, когда он выходит на улицу, он знает, что у него есть рубль, и у Сидорова есть рубль. Можно стукнуть Сидорова по голове, забрать рубль, и будет 1 плюс 1, 2. И так или иначе, все, что мы видим вокруг, это результат вот этого. Я не говорю ни в коем случае, что мне надо учить математику. Но отсутствие этого базового знания, более того, существование государств, которые принципиально отвергают этот постулат. Но это еще мне более-менее объяснимо. Это уже идеология как раз обратная. Люди специально говорят, у нас обратная идеология. Мы наоборот. Мы ищем тех, кто за гуманизм, и убиваем их повсюду. Это результат целенаправленной деятельности. Но то, что в базовых ценностях школы и любого воспитания это не заложено, мне кажется, это ужасная катастрофа. Министерство образования бы пыталось ответить на твои вопросы. Они ввели курс основ православной... Это мы снова возвращаемся к... Это вот, собственно, к этому. Они же тоже... То есть до них донесли, ребята, а где вот та гуманистическая составляющая, наша суверенная, как у нас принято, основы православной культуры? Я еще одну сейчас важную вещь, простите, вставлю, чтобы уже закончиться. Да. Это тоже принципиальный момент, и он напрямую вытекает из технологий, из того, что происходит в Камчатке. Чем мы занимаемся? Мы берем людей из творческих профессий и очень быстро всегда, выделяя на это, как правило, один день, учим ребят снимать кино, ставить спектакли, снимать документари-фильмы, снимать документальные фильмы. Что бы мы ни делали, это всегда один день. И нам всегда... Я все время говорю, что я могу сделать увлекательное мероприятие для детей про свиноводство. Но чтобы сделать мероприятие про свиноводство, мне нужен очень интересный человек, который профессионально занимается свиноводством, любит это, это важнейший момент, он любит это, и он может объяснить, за что он это любит. Я уверен, что в свиноводстве есть что-то, что заставляет преданного этому делу человека с восторгом им заниматься. Технологии, животные, восторг от того, что огромное количество людей потребляют производимые твои продукты. Не знаю, там есть какой-то кайф. Этот кайф можно превратить в небольшую какую-то игру для детей и дать им за день, это то, что мы делаем в Камчатке, почувствовать, в чем кайф этого. Я специально говорю свиноводство, как что-то совсем дико звучащее. Нет, я даже сейчас как-то полюбил. И отсюда, собственно говоря, вытекает еще один важный постулат, который мне тоже кажется правильным, если мы говорим про основы разных перекосов. Вот здесь, может быть, меня Сергей Евгеньевич затопчет потом, но мне кажется... Почему потом? Да, да. Потом, в смысле, когда я закрою рот. Мне кажется, что совершенно не важно до определенного момента, чему учить детей. Вообще не важно. важно, кто это делает и как это делает. Если это происходит правильно, происходят какие-то важнейшие процессы с этим ребенком. И потом он может выбрать себе профессию хирурга и мотивированную стать им. Или кем бы то ни было еще. Ну, конечно, не важно, кто и чему. Главное, бледнолицому правильно перерезать горло? Халяльно? Этому тоже учат? Не хочу шутить про это. Я уверен, что... Ну, то есть все здесь присутствующие учились в школе, где часов математики было огромное количество. Если мы сейчас возьмем какой-нибудь... И благодаря этому работает ваш микрофон? Да, наверняка. И ваш мобильник. Совершенно точно. Я ни в коем случае не готов сейчас говорить, ребята, не надо учить математику, давайте все изучать свиноводство или заниматься... Все благополучные и сытые, так говорят. Мне кажется... Я даже еще комментировать не буду. Продолжайте, Филипп. Сергей Георгиевич, сейчас я закончу, и вы поставите сверху на меня надгробный памятник. Я уверен, что это случится. Лиза, подайте что-нибудь. Простите. Я вижу, что... Я понимаю, что микрофон работает из-за математики. Я понимаю, что два великолепных математика стали выпускниками ваших школ в результате того, что у них было огромное количество часов этой математики в течение недели. Я также абсолютно уверен, что простейшие тригонометрические... А почему же тогда остальные не стали, если огромное количество часов? Оно у всех одинаковое. Вот это хороший вопрос. И мне кажется, что зато те люди, которым это было не нужно в таком количестве, в этой школе, сидя на этих часах, навсегда запомнили, что их там не уважают, что их мнение и нелюбовь к какому-то предмету, которым не нужно в таком количестве, не важны. Их мнение и ощущения игнорируют. Они привыкли к модели власти, которая устроена в школе. Когда пришел человек и сказал, учитель, 200 часов у тебя в неделю математики, плохо ты учишься, тройка у тебя, четверка, вообще ничего не понимаешь, все равно будет 200. Ты понял, в жизни все устроено вот так. Почему-то я должен жить именно по таким законам. У меня не выходит, не получается. Но все равно, и на самом деле, он усваивает не математику в этот момент, он усваивает кривую систему, он привыкает подчиняться, он привыкает затыкать подальше свое собственное... и питят системы, без понимания. В математических школах учат математики. В классической гимназии, латыни и греческому. Вывеска у нас такая, мы должны этому учить. А в медицинском вузе, медицине. А не нормам русского языка. Сейчас вы принимаете мои... Я ни в коем случае не призываю закрыть вашу школу. Это крайне далек от этой идеи. Я еще раз хочу поговорить про общие принципы вообще. Мне кажется, что очень сильно, исторически, детерминированно набор этих предметов сейчас в этих школах и количество часов. Но очень много разговоров о том, что преподавать, и это очень четко прописано, и все это знают. Но очень мало разговоров о том, как это делать. Которые, как мне кажется, в тысячи раз важнее. Здесь есть некоторый дисбаланс. Я специально сказал это последним пунктом, чтобы теперь надеть шлем и ждать ответа в своем окопе. Блеск, одно удовольствие. Я всегда думал, что оппонент в споре это человек, вместе с которым вы хотите выяснить истину. Вот сегодня я рад чрезвычайно одаренному типичному гуманитарию, который считает, что в споре главное победить. А раз окоп, то он занял позицию. Позицию обороняют. Браво, Филипп. Мне интересно. Спасибо огромное. Вот. Гордеева предложила диалоги переименовать в Мочилово. Хорошо. Это он прикидывается псковским. Это он в пскове пединститут кончал. А я тут по материнской линии знаю, что такое псковская деревня, цкабарья и знаю, что такое вставать на свинарник четырем и идти километров пять и в коровничек, а там жижа теплая. Тема свиноводства неожиданно заняла свое прочное место в этой дискуссии. Ну, спасибо, что не свинство, а свиноводство. А вот теперь я хотел бы все-таки поблагодарить Филиппа и извиниться, извиниться за то, что перебиваю, но он совершенно блестяще ведет свою мысль с таким собеседником одно удовольствие сидеть на одной сцене и дискутировать. Спасибо, Николай. Вот ровно потому, что он не теряет нить разговора и является самим собой. В некотором смысле это мы и должны учить. И вот об этом я сейчас поговорю. Что касается того, что в школе надо переначить часы, воспитывать, вот Венедиктов, тот самый Венедиктов, как-то сказал, так я и позволю бездарной училке, которая в жизни не состоялась моего сына воспитывать. И ведь не позволит. Школа должна и учить, и воспитывать, но в первую очередь социализировать. Это не услуга. И тот факт, что мы сейчас позиционируем образование как образовательную услугу, превращает нас всех в шлюх, которые должны накраситься, нравятся администрации, нравятся директору, нравятся родителям, а то пожалуются, и мне не поставят какие-нибудь баллы и не повысят зарплату и так далее, и так далее, и так далее. А образование, дорогие мои, это система, образующая институт нации. Это первое, что я хотел сказать. Именно школа делает нас гражданами этой страны и специалистами. Второе, в три тезиса попробую уложиться. Я напомню, что в 80-е годы решили, что надо ребенка учить в школе многим другим вещам. И ввели курс «Этика и психология семейной жизни». Он начинался главой «Мальчики и девочки», помню учебник, как сейчас. Потом «Выбор друга», потом, разумеется, шли все остальные этапы. Кто-нибудь помнит название последней главы? Нет? Напоминаю, «Развод по-человечески». И это вы к этому призываете учить в школе вещам, которые не имеют твердых научных принципов. Бесполезно это внедрять. В школу. В школу должна прежде всего учить. А математика важна не потому, что там много часов, а потому, что она единственный предмет, который систематически своим материалом учит человека думать. Думать, сомневаться, принимать решения в условиях определенной или неопределенной ситуации и так далее. Он развивает мышление. Разумеется, людям с разными потребностями его нужно преподавать в разном объеме. И обществу нужны, как совершенно справедливо отметил Филипп, школу, где этой математики будет много, но, простите, мучения становятся благостными, когда выбираются добровольно. Выбрал математическую школу, терпи много часов математики. Выбрал 24-ю имени Крылова на Ваське, учи русский, литературу и историю. Это замечательные школы, они разные, там разное число часов. Это вопрос сознательного выбора. Так что не будем вести школу к предметам, в котором все кончается разводом по-человечески. Давайте преподавать все-таки науку. Второе, третье теперь и последнее. Я терпеть не могу, когда болтают о принципах абстрактного гуманизма. На протяжении человечества, человеческого общества гуманизм менялся. Может быть, кто-нибудь помнит случайно рассказ Джека Лондона «Закон жизни». Не помните? Нету оленей Кариба. Племя умирает с голодом. Съели всех собак, съели все постромки от упряжек собачьих. И вот новый вождь собирает хворост на морозе и складывает костер, у которого проведет последние часы жизни его отец, бывший вождь седой Кос-Куш. Потому что племя уйдет на север за оленями, а старик не может идти. Если остаться с ним, погибнет все племя. И вот он зажигает костер, уходит, и Кос-Куш сидит и думает, какой хороший у него сын. Другие охотники бросили своих родителей просто так. А этот собрал костер. И вот приближается вой волков, потом сами волки, он думает и вспоминает свою жизнь. и думает о том, как хороший сын. И это был гуманизм. Ответственность за все премия заставляла бросать стариков. Я хочу напомнить, что по всей видимости древние народы, когда голодали, в первую очередь кормили здоровых охотников, мужчин. Во вторую очередь собак, потому что без них не будет охоты. В третью очередь женщин фертильного возраста, потому что детей еще нарожают. В четвертую детей, потом стариков негодных, понятие гуманизма менялось. Нет изначально гуманистических ценностей. И разговоры о них, суть болтовня. Болтовня обычно благополучных, устроенных в жизни. Я не о Филипте, я о том, как эта тема появилась в нашем обществе. Гуманизм соизмеряется с возможностями общества. и, к сожалению, у каждого он свой. В некоторых этапах развития общества, а Джек Лондон много общался с индейцами, он знал законы их жизни, в некоторых этапах и в некоторых обществах, повторяю, бросить старика на смерть было актом гуманизма по отношению к обществу в целом. Вот сейчас, когда мы не можем взвесить, на что мы способны и чего хотим, мы не можем гуманизм взвешивать. Гуманизм это функция не изначальных ценностей, которые нет в разном обществе, они разные. Это функция, простите за философствование, телеологическая. Телеос, цель по-гречески. Гуманизм весь телеологический. Пока не поймем, чего хотим, нет гуманизма и нельзя его внедрять. Это болтовня, пока мы не договоримся о чем. Не Филиппа, а тех, кто произносит этот термин впустую. У него гуманизм наполнен конкретной деятельностью, повторяю, я знаком с людьми, которые были в лагере и восхищаюсь тем, что было сделано. Я о том, чтобы возводить гуманизм в абстрактный общий принцип. Про гуманизм большая тема, не так много времени осталось. Коротко могу сказать, что есть огромное количество каких-то моральных дилемм, у которых нет однозначного ответа, но я вокруг себя, вокруг нас, в нашей стране каждый день вижу тысячи тысячи ситуаций, когда простые соображения гуманизма, имеющиеся в голове, вообще просто идея того, что ты должен исходить из интересов человека, если бы эта идея была в голове принимающих решения с утра до вечера тысячами пачками, которые мы читаем на уважаемой Медузе, которая ведет трансляцию сегодняшнюю, если бы эта идея гуманизма была у них в голове, решения были бы другими. И это очень простые ситуации, совсем не являющиеся дилеммами. И то, что этого нет и близко к людям, которые принимают эти решения, это очень печально. Также хочу рассказать про смешную главу про разводы. Я не сомневаюсь, что учебник об этике психологии семейной жизни, изданный в Советском Союзе, мог конкурировать только с журналом «Крокодил» по степени веселости. Тут у меня нет никаких сомнений. Но, возвращаясь в Камчатку, я хочу сказать, что мы все время пытались что-то придумать для детей, все время придумали сложные сценарии, месяцами встречались, о чем-то спорили, обсуждали, как это надо делать и чем с ними заниматься. В последние два-три года самая главная технология, которой мы пользуемся, это разговор с детьми, на любую тему о них самих. И, например, это фантастическое имеет эффект на них, потому что таких разговоров в их жизни ноль в любом возрасте. И, например, у каждого второго, если не больше, в семье есть развод. И никто никогда с этим ребенком об этом не говорил. У него есть какие-то по этому поводу чувства, впечатления, переживания, страхи, комплексы. Никогда, никто, ни один человек с ним не разговаривал, ни в школе. У него нет этого ребенка. Вообще, в принципе, в жизни этого человека нет никого, кто мог взять на себя эту функцию. Мы в этом году, у нас есть такая, поскольку мы все время стараемся детей занимать с утра до вечера, просто 24 часа, у нас есть утром занятия, тренинги, потом они чему-то готовятся, потом большое мероприятие, и вечером, ночью, так называемые ночные сессии, когда каждый вожатый может взять себе 2-3 ребенка, 4-5, и чем-то с ним заниматься сам. Вот Иванов уводит детей далеко куда-то в степь, ставит им свою любимую музыку и объясняет, за что он ее любит. А я в этом году, у нас был такой новый трюк, я сажал их на мотороллер на свой сзади и возил на море. Это занимало минут 20. И все вожатые надо мной смеялись всю смену, потому что это у нас называлось мото-пастырь. Это удивительный какой-то психофизиологический эффект, потому что ты садишься за спину ко мне на мотоцикл, мы находимся очень близко друг к другу, но при этом мы не смотрим друг другу в глаза. И выяснилось, что эта ситуация, я хотел их просто покатать. Выяснилось, что эта ситуация идеально комфортная для разговора. Ребенок садится и немедленно начинает мне рассказывать, причем рассказывать без здрасти, без до свидания, без какого-то захода, просто с середины. И истории такие, когда моя мама умерла два года назад, и в этот момент я еду и понимаю, что я сейчас в середине какого-то важнейшего разговора, и оказался я в нем вот так. То есть это происходит с каждым ребенком, который садится и все эти нелепые советские попытки хоть как-то, с ними не разговаривают о том, как вести себя друг с другом, как тратить деньги. Они ни о чем не знают, но зато лучшие из них могут решить большое сложное уравнение. Худшие из них имеют в голове комплекс по поводу того, что они не могут решить это уравнение. И никто из этих двоих не знает ответа и не может по-человечески поговорить ни на одну тему, ни на одну. И это просто поколение каких-то странных, искалеченных людей, которые, и они еще хорошо держатся. Они улыбаются, они стрессоустойчивы, их уже жизнь побила, поколотила, и все равно в них есть еще живое, клевое, классное, с ними интересно этим всем заниматься. Но вот я все сказал, пожалуй, что хотел. Я думаю, что мы на этом или коротко что-то скажете, и потом вопросы совсем немного времени осталось. Очень хочу сказать, к сожалению, все подобные и сегодняшние не исключения диалоги имеют свойство происходить по системе «свекровь кошку бьет, невестке знать дает». К сожалению, невесткой, так сказать, сегодня был Филипп, поэтому многие пороки нашей системы образования достались в диалоге, вольно и невольно принятые им на себя, безусловно, ему. Я хочу откреститься от этого, я хочу, если он протянет мне руку, пожать ему руку и поблагодарить за то, что он делает. Мне очень жалко, что на свете пока очень немного детей, хотя такие есть, которых я учу, а он социализирует и учит гуманизму детям. Спасибо, Филипп. Спасибо. Но такие дети есть. Давайте мы... В американских фильмах в этот момент играет такая душесчипательная музыка должна начать. Дайте музыку, ребят. Аудитория есть. Есть музыка. Так что у нас с Филиппом, несмотря на то, что мы одного пола, есть общие дети. Давайте мы успеем задать два вопроса коротких, и после этого сделаем перерыв и уже встретимся на третьем диалоге. Да, пожалуйста. Прежде всего, Сергей Ельичу вопрос. Вы сами себя записываете? Нет. Понятно, давайте. Харада, я шучу просто. Я просто посмотрел вопрос. Пожалуйста. Трудно формулировать, я наверное раз. Значит, очень хочется услышать именно в вашей формулировке, вот как цитатник Мао Цзэдуна, кратко, потом можно расширить. Зачем нам образование? Спасибо. Наверняка у вас есть формулировка. А я думаю, что и тот, и другой ответит на этот вопрос. Что согласятся. Образование – то, что остается, когда все, что выучено, забыто, сформированный мозг и мышление. Оно нужно, потому что общество отняло у человека естественные механизмы, стимулирующие эволюцию и естественный отбор. Естественный отбор перестал базироваться по принципам силы, перестал базироваться по принципам образования. Важнее, кто твой папа, кто твоя мама и кто его друзья и куда тебя назначат. Образование и развитие мышления – это последний из механизмов естественного отбора, который остался в руках общества. Оно нужно, чтобы человечество не удовлетворилось тем, что есть и не решило, что оно уже прекрасно. Мне тут нечего добавить. Мне кажется, нам всем очевидно, зачем нужно образование. Для того, чтобы работал микрофон, у нас были ботинки, горел свет и так далее. Мне как раз беспокоит больше все, чего это образование не дает и не думает об этом, хотя государство и родители считают, что оно этим занимается. Воспитанием и так далее, и так далее. Просто замещать. Я считаю, что образование у нас как раз есть. Наверное, могло быть лучше, чем есть. Были времена получше, где-то получше, где-то похуже, это не важно. Меня как раз волнует все то, чего нет рядом с образованием, что называется воспитанием. Нет воспитания, согласен. И чего там не хватает рядом с ним. Следующий вопрос. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я так поверхностно знакома с системой образования в Финляндии, в некоторых странах Европы. Вы, конечно, наверное, тоже. Скажите, по вашему мнению, есть ли какие-то недостатки в этом европейском образовании, которые мы, например, можем со своей стороны, в нашей системе образования мы превосходим ту... В чем мы лучше, чем Европа. Да, спасибо. И плюс, и те достоинства, которые вы хотели бы как можно скорее... В чем хуже. Понятно. Я небольшой специалист в разных системах образования. Совершенно очевидно, что в Европе они совсем разные. Например, английское образование совсем другое, чем скандинавское, которое вы упомянули. Вот эти невероятные скандинавские школы, где проектное образование, где нет классов и так далее, и так далее. Все вот эти системы нам, организаторам Камчатки, хорошо знакомы и очень симпатичны. Мы как раз считаем, что именно скандинавская эта история, в отличие, допустим, от классической английской, а скандинавской, очень правильно, очень классно. Мы все время смотрим, что у них там происходит. Каждый раз, когда мы видим какую-нибудь невероятную школу, вдруг оказывается, что уже построена новая школа, которая сделана теми людьми, которые отточковались от той нами любимой школы, потому что она недостаточно прогрессивная, и они делают еще более классную школу, мы с завистью смотрим на них. Лучше, но я думаю, что, наверное, из проектной школы выходит больше такого скандинавского типа, выходит больше счастливых, хорошо понимающих, кто они, что они, зачем они, людей, но там филдовских лауреатов, наверное, из такой школы немного выйдет, поэтому в этом смысле у нас есть тоже чем гордиться. Ну, я могу в ответ на такой вопрос про честь двухчасовую лекцию, за две минуты отвечать не буду. Следующий вопрос. Последний. Здравствуйте, у меня вопрос к Филиппу. Вы уже сегодня упомянули о смене в Камчатке для взрослых, и хотелось бы узнать, как все это было организовано, были ли вожатые, и будет ли подобная смена летом 2016 года. Спасибо. Да, коротко говоря, будет обязательно. У нас была смена летом в Эстонии, где не было вожатых, сейчас была смена в пустыне, в Иордании, где были вожатые. Примерно это устроено точно так же. Дети и взрослые практически ничем не отличаются. Эти смены ни технологиями, ни отношениями. Смена для взрослых мне нравится больше, потому что детям покупают путевки родители, и очень часто дети приезжают, совершенно не интересующиеся нашими всеми развлечениями, и нам приходится тратить один-два дня на то, чтобы их увлечь, что почти всегда получается. Со взрослыми в этом смысле работать приятнее. Они такие же нулевые, они тоже ничего в жизни не видели, не знали, но они приезжают страшно мотивированные, и они ужасно отзывчивые. Я просто по отклику, по эмоциональному удовольствию получаю намного больше со взрослыми. Можно одну реплику? Да. Реплика по поводу пятиминутной давности слов Филиппа. Я с удовольствием, повторяю, при великим удовольствии хочу констатировать, что он понял основной с моей точки зрения принцип. Вот как приезжают разнородные люди, как и собрать вместе. Все очень просто. Те, кто катался на велосипеде, понимают, как трудно стоять на месте. Этим владеют профессионалы, трековые гонщики. Это называется сюрпляс. Стоять на месте очень тяжело. Он это замечательно делает в движении. Вот когда велосипед поехал, удерживать равновесие очень легко. Насколько я знаю процесс, он объединяет этих людей. Вот понимаете, когда река течет, и есть сильное течение, поплывет и щепка, и палка, и в одну сторону. Вот течение, которым он увлекает весь этот первоначальный коллектив, который несет и щепки, и палки, и подхватывает иногда даже камни, не так быстро, но он наворочает их по дну. Это замечательно. Надо жить в движении с поставленной целью. У нашей школы и отчасти у нашего общества этой цели общезначимы и потока нет. И последний вопрос. Очень короткий только, потому что надо... Здравствуйте. Вопрос к Сергею Рукшину. Вот вы говорили, хотите больше часов в математике, выбирайте математическую... Я этого не говорил. Нет, вы говорили, выбирайте математическую школу. Когда? На какой минуте? Хотите меньше часов, выбирайте гуманитарно. Кто должен делать этот выбор и основывай с начала? Нет, это разница шла о школах. Выбирай школу. Кто должен делать этот выбор в школу? А у нас сын за выбор отца отвечает. Простите, поехать в Урюпинск, вахтовым методом работать в Уренгое или жить благополучно на улице, ну, скажем, Рубинштейна и ходить, ну, скажем, к Коровкину в 207-ю школу. Выбор за детей делают очень часто родители и только потом они делают выбор. Осмысленно или нет, другой вопрос. Я не знаю, кто должен. Я знаю, что происходит по-разному. А вот кто должен, я не умею отвечать на этот вопрос. Это хороший вопрос, на самом деле. Это ровно то, о чем я говорю. Разве этот выбор сделает счастливым ребенка? Я абсолютно уверен, что больше всего надо думать про то, о чем вы сейчас спросили. Как это сделать? Тогда те двое, которые придут в школу к Сергею Евгеньевичу, будут заниматься просто с невероятной мотивацией. Их не надо будет. Они будут работать 36 часов в сутки. И все. Но больше всего меня беспокоят не эти. Они в любом случае попадутся. Меня беспокоят те, за которых выбрали, которые сидят в этой школе. И они пропускают что-то, чем они должны заниматься. И это тоже не проблема. Может быть, они были бездарны не только в математике, но и во всем остальном. Но по-человечески им тяжело. Они видят звезд и понимают, что, блин, я не такой. И живут с этим. Хотя это надо просто выкинуть из головы. Согласен полностью. Спасибо огромное. Спасибо большое. В 19.00 Даниил Борисович Дондурей и Виталий Манский. Это были Филипп Бахтин и Сергей Евгеньевич Рукшин. Давайте отдохнем. Спасибо огромное. Спасибо. Я вас про... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...